МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зеркало сцены В Рязанском зеркале сцены отражается лицо современного театра, а театр сегодня очень популярен. Они не понимали, что происходит и как им вообще с этим взаимодействовать, потому что нет билетов и все. Люди атакуют, когда будут, когда спрашивают. Профессиональный театральный критик Марина Александровна не случайно в Рязани. В составе жюри только профессионалы, не имеющие отношения к Рязанским театрам, что позволяет максимально непредвзято и объективно выявить победителей в номинациях. Девять лет назад это была идея Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей России и руководителей наших государственных театров Рязанской области. Это был 2015 год, а уже через год у фестиваля появился статус. Он стал областным театральным фестивалем «Зеркало сцены» и был поддержан правительством Рязанской области. И восьмой год он действительно существует в статусе областного театрального фестиваля. В настоящее время мы с вами будем смотреть в этом году 10 спектаклей, чудесных спектаклей четырех наших государственных театров. Мы будем, не мы, а члены жюри будут присуждать 20 наград, 20 номинаций у нас в этом фестивале, которые подтверждены денежными премиями. В рамках фестиваля каждый театр покажет по несколько спектаклей. Три спектакля от театра «Кукол», «Лето на память», «Трио поросят» и «Сон в летнюю ночь». Три спектакля от театра «Драмы», «Доходное место», «12-я ночь» и «Кто здесь». Музыкальный театр и театр на Соборной представили на суд по два спектакля. Кто выиграл от всей этой сложности в современной жизни, это театр. Театр в Москве, Марина не даст мне соврать, залы полные даже тогда, даже те, в которые не очень ходили, где не очень, ну скажем так, высокого класса трупа и высокого класса продукция. Я думаю, что я как раз приехала вот некоторое время назад из Архангельска и из Ярославля, где битковые залы совершенно, и это не может не радовать. Это просто прекрасно. Это прекрасно. Люди пошли в театр. Ну и, конечно, апофеозом фестиваля станет церемония награждения, которая всегда проходит как грандиозный праздник. Будут сюрпризы, конечно же, наша церемония никогда не проходит без сюрпризов, поэтому вы увидите и медийные лица, вот, и мы всегда такую сохраняем интригу по поводу ведущих церемоний. Состоится церемония награждения победителей 16 октября в Театре драмы, и это всегда яркое мероприятие посетить, которое непременно стоит. В этот раз вернется ковровая дорожка, которой несколько лет подряд не было, а сама церемония пройдет в формате школьного выпускного в честь года педагога и наставника. А теперь немного о конкурсантах. Романтическое приключение в Театре драмы. Так, коротко можно охарактеризовать спектакль Юрия Печенежского по Шекспиру. Великий классик написал «Двенадцатую ночь» в далеком 17 веке, но характеры героев узнаваемы, и эта актуальность забавляет. Действие происходит в вымышленной стране с романтическим названием «Иллирия», где все только и делают, что влюбляются, а все время уходят на развлечения. Авантюристка Виола с горячим сердцем, но ясным умом влюблена в герцога Арсено, правителя Иллирии. Тот влюблен в затворницу Оливию, которая, в свою очередь, влюбляется в переодетую в мужское платье Виолу. И все это происходит на фоне выпивки, шутовства и других веселых потех горожан, чью жизнь можно назвать озорством, проделками над их врагом, противником любого веселья, Мальволио. Однако даже такой мрачный тип, как Мальволио, не способен сломать создавшуюся в этой истории атмосферу игры, влюбленности и забавы. В постановке Юрия Печенежского черты модерна, современного искусства, немного балагана и, скорее всего, он придется по вкусу далеко не всем. Сам режиссер о своем детище говорит так. Наш спектакль о победе жизнерадостности и благородства над унылостью и ханжеством. Это настоящая сказка для взрослых, комедия о любовных перипетиях. Спектакль вдохновляет всех влюбиться заново и внести это прекрасное чувство в свою жизнь. Рязанский театр драмы уже обращался к пьесе Шекспира «Двенадцатая ночь» или «Что угодно». Премьера состоялась 26 апреля 1976 года. Постановка Николая Сергеевича Вознесенского, режиссер Сергей Михайлович Леонтьев, художник Михаил Петрович Коршунов, хореография Галина Виноградова. Это был яркий, музыкальный, веселый спектакль. В январе 1977 года в спектакле Рязанского театра драмы «Двенадцатая ночь» или «Что угодно» роль Мальволио исполнял Олег Павлович Табаков. Каждый раз он придумывал что-то новое, и артистам-партнерам по воспоминаниям стоило большого труда не рассмеяться вместе со зрителями. Восемь спектаклей прошли при аншлагах. Роль Арсено тогда исполнял заслуженный артист РСФСР Олег Борделовский. Тогда спектакль был скорее в классическом исполнении и стал легендой. Понравится ли зрителю новое решение, покажет время. Еще один конкурсный спектакль по Шекспиру показывают в театре кукол «Сон в летнюю ночь». Коротко анонсирую. «Такой сон мне приснился, что его ни один человек рассказать не может. Мне снилось, что я был сказать невозможно чем». Эти слова принадлежат одному из героев самой сложной и густонаселенной комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Как бы ни были откровенны другие персонажи, они не скажут больше. О чем говорить, если между строк такая физиология и метафизика, что кружится голова? Этот текст просто предназначен для театра кукол. А хаос, который царит в пьесе, не больше, чем иллюзия. Одна из многих. В комедии Шекспира несколько уровней. Четверо юных влюбленных бегут из города, где их чувства обречены. Путь лежит через лес, который принадлежит волшебному народу. Нечисть как раз празднует летнее солнцестояние. Это самая короткая ночь в году. На закате границы между эпохами и мирами исчезают. И пока солнце не встало, возможно все. Переменить судьбу, маску, роль, пережить катастрофическое падение или возвыситься над собой и миром, как герои древних мифов. Одной из таких историй из поэмы о виде метаморфозы разыгрывают на окраине зачарованного леса местные ремесленники. Их спектакль будет свадебным подарком. Он предназначен правителем города, где страсть под запретом. Раз так, трагедия превращается в фарс. Под покровом тьмы меняют форму жанры, чувства и сама природа. Во сне герои видят все лики любви. Но зрители свободны выбирать, как далеко идти вслед за ними. Игра, иллюзия или... В фестивальной программе есть и детская постановка. Необычный взгляд на сказку о трех поросятах. И снова театр кукол. Детский спектакль в театре кукол – это не просто развлечение. Это всегда урок. Урок добра, урок человечности. Веселый и легкий, но оттого не менее серьезный и важный. Рассказ о самом главном – о ценностях. С хорошим концом, с веселым. И волк не будет злой, и поросят. Все останутся живы, как говорят. Во время съемок никто не пострадает. И в финале сюжет как бы завершится, как в добрых сказках русских, с положительной моралью, что поросята, не будьте свиньями. И если каждый детский спектакль – это своеобразный урок для юных зрителей, то трио «Поросят» – урок музыки. Знакомая каждому сказка, тем не менее, обретает совершенно новый смысл и новое звучание. Валерий Николаевич захотел сделать его музыкальным, чтобы они все эти поросяты наши запели. И поэтому так вот немножко у нас поменялось. Наши поросяты, они музыкальный урок у нас называется, но они такие молодцы. Они никто раньше не играл никогда на звукальных инструментах. Здесь они все играют на разных инструментах, поют. Для них это просто такой прорыв тоже интересный. Режиссер Валерий Шацкий уже работал над этим материалом и мог наблюдать, как со временем трансформируются и сказка, и дети. Когда история о том, как трудолюбивый брат спас двух лентяев от гибели, только появилась на свет, мир был совсем другим. Сегодня условия жизни меняются, и авторы спектакля адаптировали сказку под эпоху. Уже в воскресенье церемония награждения победителей. Зеркало сцены пройдет здесь, в Рязанском театре драмы. Артисты пройдут по красной ковровой дорожке. Будет много музыкальных гостей и сюрпризов. А я напоминаю, что театр драмы является партнером нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова